Если наушники достанутся кому-то из вас... Господи! Вы-вы просто посмотрите сюда! Ровно год назад я уже делал обзор на фейковые AirPods'ы, но они меня абсолютно разочаровали. Недавно я снимал выпуск с подписчиками, и у одного из них обнаружил AirPods'ы и как-то обратил на них внимание, после чего этот школьник сказал мне о том, что эти AirPods'ы он купил за 650 рублей с Алиэкспресса. Наушники за 650 рублей, которые визуально почти ничем не отличаются от тех, что я покупал в 15 раз дороже в официальном магазине. Более того, они еще неплохо звучат. И знаете, я встал, включил гимн Советского Союза и поклялся найти самую бюджетную, самую качественную и самую правдоподобную копию настоящих AirPods'ов. И я сделаю это любой ценой. Перейду через все свои принципы. А именно... Свяжусь с барыги на Авито. Ну, типа, мне просто рень ждать две недели доставки с Алика, поэтому вот. У того школьника, о котором я говорил, была версия i10, это же версия i12. Якобы самая новая, правдоподобная. Там сенсорное управление. В общем, барыга сказал, что их все берут и никто не отличит подделки. В общем, это мы сейчас проверим. Коробка, в принципе, выглядит достаточно убого. Какие-то вот эти вот непонятные завихрюшки. Но не будем обращать никакого внимания на коробку, потому что нам важно содержимое. Мы купили эти наушники за 2000 рублей вместе с доставкой. И то, потому что я пользовался барыгой. На Алике такие можно найти за 1200 максимум. Я их даже не проверял, не пользовался. Внутри нас ждет с вами какая-то небольшая инструкция, ей мы не будем пользоваться. И кабель Lightning ужаснейший, китайский. В визуальном смысле они очень сильно похожи. Тот кейс, который мы распаковывали год назад, был в полтора раза больше. И из-за этого я сразу понимал то, что держу в руках паленую китайскую дичь. Сейчас я понимаю, что держу в руках паленую китайскую дичь, похожую на оригинал. Тыльная сторона визуально ничем не отличается, а вот обратная, ну прям супер бросается в глаза. Вот китайцы, вы вроде бы делаете эти наушники исключительно потому, что они являются копией AirPods. Вряд ли кто-то покупает эту дичь только из-за звука, потому что есть огромное количество китайских аналогов с качественным звуком, тоже беспорядные наушники, но просто выглядят они по-другому. Ну сделайте в таком случае эту чертову кнопку белого цвета. Это абсолютно не является проблемой, как мне кажется. Но тем самым она не будет бросаться в глаза. То есть видите, вот в оригинальных наушниках кнопочка белого цвета и точно такого же размера. Здесь вы сделали ее серебристой. Ну зачем? Я уверен, что это тупо ради того, чтобы компания Apple не подала на них в суд. Ну и при нажатии на эту кнопку, вот этот вот синий, конечно, тоже индикатор, зачем вы его установили сюда, если такой же индикатор есть внутри? И да, перед тем, как мы их раскроем, я хочу сказать, что эти наушники достанутся кому-то из вас, какими бы они ни были, обязательно поставить большой палец вверх и написать в комментариях ваше развернутое мнение относительно того, какие наушники лучше и удобнее покупать в 2019 году. Проводные или беспроводные? А также напишите, сколько денег вы готовы отдать за наушники? Ну и сколько стоят, допустим, наушники ваши, которыми вы пользуетесь каждый день? За лучшее сочинение в свободном формате я отправлю по почте эти уши. Опять же, почему нельзя было заморочиться и сделать наушники точно такого же размера, чтобы все чехлы и прочие штуки подходили, я не понимаю. Оригинальные наушники ощутимо тяжелее, здесь чувствуется легкость, и легкость эта заключается в дешевизне пластика, потому что здесь он прям такой хороший и добротный, наушникам больше года, они все равно нормально держатся. Вот эта вот штучка отлично открывается, закрывается, примагничивается, нет никакого люфта. Здесь же уже наушникам еще даже нет часа, они уже скрипят, послушайте. Прогибается, в общем, я сразу понимаю, что держу в руках некачественный и дешевый продукт. Если дать это в руки кому-то, они поймут, что это паль. Кстати, я давно закончил в школу, просветите меня в комментариях, сейчас запаленные наушники AirPods'ы побьют в школах? Или нет? И сразу мы можем заметить явные отличия. Конечно, барыга мне слегка наврал, что они абсолютно такого же размера, как и оригинал. Они немного повыше, буквально несколько миллиметров разницы, но они уже выглядят больше. Ну и опять же, эти идиотские индикаторы, как мигалки у полицейских автомобилей, зачем вы их устанавливаете? И надо нам вот этих вот, вот этой цвета музыки, потому что мы хотим, чтобы эти наушники не отличались вот от этих наушников, понимаете? Если не сравнивать лоб в лоб, достаточно беспалевно. Господи! Вы просто посмотрите сюда! Они при открытии, это впервые такое, чтобы китайские наушники, когда ты их открываешь, и телефон распознает, как AirPods'ы их. У меня сразу отображается уровень заряда кейса и уровень заряда наушников. То есть я могу пацанам в школе доказывать, посмотрите, они распознаются, как AirPods'ы, значит, у меня оригинальные наушники. Ну что, вот так они выглядят на мне, я бы не сказал, что какое-то есть визуальное отличие, я, в принципе, представляю себя в наушниках. Паршивый звучок, дорогие друзья! Это, по крайней мере, это лучше, чем то, что мы слушали год назад. Здесь есть чуть-чуть басов. Вот все бы было достаточно неплохо, если бы не какой-то, вот знаете, такой скрип, прорывающийся в верхних частотах. Я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем, Ямайка! Давайте проверим, работают ли здесь тапы. Это работает через раз, иногда нужно три тапы сделать, иногда два. Короче, с сенсорными услугами не пользуемся. Но зато, когда мы вынимаем наушник, точно так же запись останавливается. Просто чудеса техники китайской. Просто я в шоке. Но когда я засовываю это обратно, музыка не воспроизводится, что самое интересное. Подытожим. Хлипкий корпус, но похож на оригинал, если смотреть вот с этой стороны. Наушники в ушах смотрятся нормально, тоже почти неразличимо, бесит то, что есть индикация, но, к счастью, она пропадает, когда наушники подключаются к телефону. В общем, мне нужно походить ровно один день с этими наушниками, и в конце дня я скажу вам свой финальный вердикт. Короче, ребят, прошла половина дня, я уже иду с наушниками, которые не работают, потому что разрядились, и это один из главных минусов, которые я мог заметить, потому что с этого кейса одной зарядки хватает ровно на 50-40 минут прослушивания. Самого кейса хватило на 2,5 раза полной зарядки из этих наушников. То есть суммарное время прослушивания музыки вместе вот с этим кейсом составляет 3 часа. AirPods у меня, я вот их неделями не заряжаю, и, в принципе, нормально. Следующий большой минус, который я заметил, это то, что они очень часто прерывают связь. То есть стоит только, там, куда-то кивнуть головой или отойти в другую сторону, скачет связь, то один наушник не работает, то второй. Следующая серьезная проблема заключается в том, что их не так просто начать использовать. Если с AirPods вы их просто открываете, включаете Bluetooth, и все, можете пользоваться, то здесь нужно заморочиться. Реально, у меня не получалось установить соединение несколько раз. Любые другие беспроводные китайские наушники гораздо быстрее подключаются к Bluetooth. Ну и следующий минус, конечно, они тихие. То есть в метро невозможно ими пользоваться. Если обычные AirPods не выдерживают, то есть, ну, слишком шумно, то здесь никакого шумоподавления нет. Пользоваться, в принципе, можно. Это не самый ужасный звук, который мне приходилось когда-либо слышать. Но, опять же, мне кажется, здесь мы просто переплачиваем за то, что имеем подделку. В общем, решать вам, пишите в комментариях, купили бы вы такое или нет. В любом случае, участвуйте уже третий раз. Повторяю в нашем конкурсе. Все, пока.